Итак, новость последних минут. Одному из пилотов СУ-24, сбитого турецкими военными в Сирии, удалось спастись. Это только что сообщил глава Минобороны. Сутки на судьбе пилота не было ничего понятно. И вот теперь известно наверняка. Он жив. Операция завершилась успешно. Штурман доставлен на нашу базу. Жив-здоров. Я хотел бы поблагодарить всех наших ребят, которые с огромным риском работали всю ночь. Я доложил об успешном завершении операции Верховному главнокомандующему. Он просил передать слова благодарности всему личному составу, который принимал участие в этой операции. Это заявление Сергей Шойгу сделал на заседании коллегии Министерства обороны. Он дал поручение оказать всю необходимую помощь семьям военных, погибших в Сирии. Также Сергей Шойгу рассказал о том, что на авиабазу Хмимим, откуда совершает боевые вылеты российская авиация, будет переброшена зенитно-ракетная система С-400. Ну и вновь к главной теме. Один из пилотов Су-24, сбитого турецкими военными в Сирии, жив. Летчик был освобожден в ходе операции российского спецназа. Он спасен. Это штурман. Он находится на нашей, думаю, что уже находится на нашей базе, на аэродроме. И ему, так же, как всем другим участникам операции, в том числе и операции по спасению, будут присуждены государственные награды. Министерство обороны вышло с этим предложением. Командир корабля будет награжден звездой Героя Российской Федерации посмертно. Редактор субтитров А.Семкин